Ольхович Елизавета Село Борисковичи Волынская область Лизочка, выходи, мы тебя ждем Привет! Куда? Остановись! Остановись! Стой тут! Какая ты смешная! Привет! Привет! Добрый день! Добрый день! Как дела? Добрый день! Добрый день! Будешь шуткувать? Да! А Борисковичи это где? Борисковичи? Борисковичи! Где это? Да здесь, где там! Ну где это? Где, какая область? Область? Ну в Украине? Ну! Ну! Львовская? Не? Теренопольская? Волынская область! Волынская область! Да? Да! Так! Лизочка, давай шутить, потому что такой образ у тебя смешной! Ну все, давай начинать! Давай! Можно вопрос, Лизочка? Если не выиграешь, не будешь плакать? Не! Молодец! То все все равно! Головное, чтобы вас побачить, Настя Каменских! Поехали! Песня про хлопчика, Який мне дуже подобайся! Сережа, я тебя лупила тоже! Песня про маленькую кашу! Ненавижу, ненавижу я тебя, Потому что есть комочки у тебя! Песня про девчонку из высшего общества! Лизочка, ты молодец! Ты выиграла тысячу гривен! Просто человек из мультика! И, брат, сейчас ты смеялся с Женей? Да? Нет, мы смеялись с Лизой, Она просто из мультфильма! А, Лиза из мультика! Она к нам пришла из мультфильма! Я тоже так думаю! Лизочка, тысяча гривен! Это очень большие денежки! Ты пойдешь дальше? Так! Хорошо, поехали! Песня про девчонку из высшего общества! Я натура утонченная! Когда пью компот, а потом... Лиза, ты крутая! Ты вот такая ваша артистка! Умничка! Браво! И ты выиграла пять тысяч гривен! Сейчас, как все комики, Тебе не только пятьдесят тысяч гривен отдадут Мы заспокоились Лизочка, Солнышко, скажи, пожалуйста, Ты идешь дальше на другую ступень? Мальчики! Выбачься, будь ласка, тетя! Ты уверена, что мы идем дальше? Да! Да? Скажи, пацаны не могут успокоиться из-за тебя! Поехали! Про логи, кулинарные дивности И я не знаю, что мне деда с этой бедой Мину заварила холодной водой Песня про хлопчика, який не нароком забыл зачинити твери в туалет Твои глаза Такие чистые, как небо! Десять тысяч гривен! Лиза, просто с легкостью! Лиза, ты просто с легкостью сводишь с ума наших комиков! Ты посмотри, как они смеются! Какая ты молодец! Я тебе аплодисменты! Десять тысяч гривен! Сейчас, я подошу, пока вы успокоитесь Вообще без проблем Вы уверены? Лизочка, скажи мне, солнышко, мы идем дальше? Так! Или забираем десять тысяч гривен? Нет! Идем дальше! Ты представляешь, что такое десять тысяч гривен? Это же куча денег! Хватит! Нет? Не боишься потерять? Нет, не боюсь Все, солнышко, давай Но я так что подараю, то мне сону Хорошо Давайте, поехали! Песня про няню, яка завжди дает добавку Ах, какая женщина, какая женщина Песня про дитяший новоречный ранок Мы типа греби, типа греби Песня про дыхающий час у дитяшему садочку И там шальная императрица В объятии юных кавалеров забывает обо всем Потрясающий ребенок, я не могу Лиза Двадцать тысяч гривен, а они твои Лизочка Солнышко, следующая ступень Это пятьдесят тысяч гривен Я думаю, тебе стоит посоветоваться со своими родителями Идти дальше Идти дальше Идти дальше Советуются с родителями Дальше, да? Так, подожди, подожди А, мама, что? Да? Скова А, давай Подожди, 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 подожди Подожди, подожди Ребят, вы успокоились? Ребят Мы вообще готовы Лизочка, ну что, поехали? Да Давай Ковыскова Спят усталые игрушки у ребят Angry Birds, Macroft и Т3 скрепко спят Телефон уст... Ранкова, Суна А я иду, такая вся платформа, пижама Меня в школу собрал отец, а не мама Про сестру, яка садыть На дети Ночь и дешна Время не как лет Для ведучей Расмешив Кормяка Настяка Менских Обе Нись Ты красивее Соспины Шкина Социально Мама, ради Бога Сейчас дай на шторс Добляйте Ееееееее Круто Улечка, молодец Выиграла, выиграла, выиграла 50 тысяч гривен Лисочка, я тебя поздравляю Иди собирай свои денег На эту сцену я хочу запросить Чернега Данило. На эту сцену я хочу запросить Чернега Данила. Привіт. Скажи мені, ти готова розмішити наших коміків? Так. Можемо починати? Так. Поїхали. Доброго дня, мене звати Данило і я справжній козак. Подивившись історії мого браузера, можна прочитати історію України за 9-й і 11-й клас. Я такий патріотичний, що на моєму телефоні українська мова, англійська і мова супостата. Проїзд метро для мене коштує на 8 рівень, а Іван Мазепа мінус, Ярослав Мудрій. Коли мама питає, що це за бардак у тебе в кімнаті і хто це буде все прибирати, я завжди відповідаю. Бандера прийде і порядок наведе. Данило виграє в нас тисячу гривень. Молодець. А, йдемо далі? Так. Поїхали. У нас... У нас справжня українська родина. Моя бабуся фарбує волосся не у фіолетовий колір, а у жовто-блакит на фіолетовий колір. Коли мама питає, що в школі сажу з другою партою, попереду Дорошенко, а позаду Сагайдачні. Якось вчителька запитала, Данило, де твоє домашнє завдання? А я їй кажу, там, де карпатські гори з'єднуються з бакитним небом, там, де чують звуки тримбіт, де течуть найпрозоріші струнки, та короче, дома забу. Я люблю. Молодець, п'ять тисяч гривень вже на твоєму рахунку. Ми йдемо далі? Так. Впевнений? Так. Ти ж знаєш, якщо зараз ти не розсміжиш коміків, ти втратиш ті гроші, які в тебе вже є. Так. Знаєш. Добре, поїхали. Не люблю, коли батько посилає мене у магазин, бо я відчуваю себе засланим казачком. У нас вдома тих, хто розмовляє за столом, батько б'є ложкою по лобі. Тому в мене обличчя постійно то в сметані, то в борщу. Юра зараз себе за столом згадав, не? Десять тисяч гривень виграє в нас, Данило. Мене дуже крутое враження, я просто представ би в'їзд. Ну я в першу чергу себе представив. Тут сметана, тут борщ, тут чешу. Тут курочка отак застила. Добре, дитя. Та ти її ще не вбрав, давай, я вберу. То спагетти, жінка, зранку. Данило, ми йдемо далі, так? Так. Ти молодець, поїхали. Бачив в новинах, як один політик на прізвищі Москаль дуже багато матькався. Що хочеться їм сказати? Дякувати Божі, що я не Москалі. Я настільки патріотичний, що читаю Івана Франка тільки вишиванці. Я настільки патріотичний, що усі фільми переклав на українську мову. Наприклад, «П'ятдесятту тінку в серху», «Панщина», «Убійство в восточному експресі», «Біляш на ЖД вокзалі», «Тренсформери», «Тачки литовських номерах», «Оно», «Тато першого січня», «Тьомна башня», «Голова мера Києва». Наша вчителька Галина. Наша вчителька Галина Петрівна якось вийшла з класу і попросила нас, щоб ми п'ять хвилин себе тихо вели. Коротше, три зламані парти, дошка на підлозі, одне розбите вікно. Як-то кажуть, підманули Галю. На питання, наш сусід теж справжній патріот. Він продав німецьку беймвей і пересів на українську таверію. Хочі, тато каже, що він дебіл, а не патріот. Я ще на галі підманувся. Так, в нас є переможець! Чемпіон! Данило, справжній козак. Справжній козак. Козак Данило, справжній козак. Матяс, Єлисей, город Мінск. Справжній козак. Справжній, 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 справжній. Єлисей, здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте, Єлисей. Здравствуйте, Єлисей. У вас таке сказочне імя. Прямо із сказок. Я децтво прям вспомнил. А в честь кого-то назвали? Или просто так? Не знаю. Давай спрашивайся, це мама? Да. Есть девушка, похожа на тебе. Просто я вродил. Ну, здравствуйте. Мама, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, імя просто понравилось. Я думаю, замечательное імя все согласятся. Да, очень красиво. Конечно, конечно. А вы кем работаете? Преподавателем. А, вот понятно. Все-таки із сказок взяли імя. Конечно. Ну, не совсем із таких сказок, но... А вы какими сказками занимаетесь? Экономическими. Экономическими. Ну, че, в нашей стране это большая сказка. И нашей тоже. И вашей тоже, да. Ну, что, Елисей, хотели бы вас послушать, прям как на экзамене у вашей мамы, только мы не очень строгие. Мы не выгоняем из институтов за провал, но мы надеемся, что у тебя будет удача и ты заработаешь денег. Да. Елисей, ты готов? Подождите, я скажу, о чем буду шутить, а потом нажмете. Хорошо. Привет, меня зовут Елисей. Я сказочный хейтер. И я бы хотел с вами проанализировать сказочных героев в современной интерпретации. Нажимайте. Хорошо. Добрый доктор Айболит. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица. Поняли прикол? Уже в те времена скорая помощь никуда не выезжала. Самим в больничку надо было идти. Или так. Приходи к нему лечиться и корова, и волчица. Анонимность гарантируем. Василиса прекрасна. Но с чего вы все взяли, что она прекрасна? Кто-то видел ее инстаграм, кто-то считал лайки под ее фотками. У нее вообще есть фотки в купальнике? Без них же не определишь. Прекрасная она. Или так. Елисей, и ты выигрываешь тысячу гривен. Спасибо. Это тебе спасибо. Ты идешь на вторую минуту? Конечно. Поехали. Змей Горыныч. Вот этого парня реально жалко. Косячит один, а выгребают трое. Старуха Шапокляк. Есть ощущение, что это не обычная бабушка. А бабушка, которая вместо банки корвалола случайно выпила банку Рэдбула. А эта фраза. Пади туда не знаю куда, принеси то не знаю что. Опять же, это не сказка, а поручение мэра Киева своим подчиненным на утренний планет. И Елисей выигрывает у нас на шоу 5000 гривен. Елисей, легко тебе удается смешить наших комиков. Я считаю, что тебе нужно идти на третью минуту. Давайте. Давайте. Поехали. Или вот, перечитал недавно «Мальчик с пальчиком». И только когда дочитывал, понял, что это не сказка, а автобиография Димы Монатика. Теперь, что касается современных историй. Фиксики. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Почему одни фиксики? Большой секрет. Например, куда одеваются деньги, которые мы сдаем на шторы? Тоже большой-большой секрет. Почему трудовик и учительница истории получают одну зарплату, а одеваются по-разному? Тоже секрет. Почему кашевой младше Зеленского, а по утрам кажется, что наоборот? Почему кашевой? Елисей, ты выиграл 10 тысяч гривен. Может, четвертую минуту и 20 тысяч гривен-то большие деньги будут? Давайте. Давайте. Поехали. Почему президент говорит, что все будет хорошо, но с каждым годом все тише и тише? Почему вы не смеетесь? Почему в сказках играют только на балалайках? Кстати, вы знаете, что белорусские балалайшники быстрее всех натирают картошку на драники? Скрудж Макдак. Утка, которая ныряла и купалась в золоте. В белорусской версии этого мультфильма в золоте купается не только Скрудж, но и его маленький утенок. А мультфильмы «Гадкий я-1», «Гадкий я-2», «Гадкий я-3», осталось дождаться выпуска «Гадкий я-4». И все. Вот вам четыре срока нашего Александра Григорьевича. Мелисей, ты просто разрываешь нахжи-комиков. 20 тысяч гривен, они твои. Может, на победителя замыкнешься? Да? Смотри, разошелся. Давайте. Ну, поехали. Мультфильм «Фердинанд». Сказка про доброго быка. Я был в деревне и скажу вам, что не бывает добрых быков. Максимум только нейтральное. Мультфильм «Биткоин». Не знаю, что за мультфильм, но от папы слышал, что сказка еще та. Колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел. Вот где настоящий круглый дурак. Да подожди же ты, мучное создание, пару лет. Хату на тебя перепишу. Елисей! И ты у нас абсолютный победитель. Молодец! Размеши снежного. Сделай, чтобы парень смеялся. Размеши снежного. И варцалон валялся. Размеши снежного. Пусть намочит колхотки. Размеши снежного. Но только не споришь и подним. Размеши снежного. Сделай, чтобы парень смеялся. Размеши снежного. И варцалон валялся. Давайте проверим, Вов. Переживать будешь ты или нет. На сцену выходит сейчас Сашенька. Город Киев. Уйти. Даша Зеленская, ваши аплодисменты. Здрасте. Привет, Жура. Привет. Мама так застеснялся. Привет, моя любовь. Привет, пап. Тебя заставила мама, скажи. Да. Да? А в тот раз Женька уходил, Женька не оценивал. Нет, да, да. Я тогда пойду на место. Нет. Нет. Ну, конечно же, нет. Потому что нам всем интересно будет, как ты будешь сидеть и принять своего ребенка. Я ее и так люблю. Мы застесняли тебя, боже мой. Саша. Хорошо. Нет, мы оставим все на своем месте. Сашенька, скажи, ты готова порвать вот этих двух дядь? Да. Да? Супер. Честно говоря, я что-то занервничала, я запереживала. Саша, ну, тогда поехали. Как вы уже все поняли, я дочь Владимира Зеленского. Всем кажется, что быть дочкой Зеленского – это круто. Ничего не круто. Все наоборот. Мой папа очень строгий. Однажды я написал сочинение. Меня все хвалили. А папа прочитал и говорит, не знаю, за что здесь 12. Это же вообще не смешно. Хорошая шутка. И Саша выигрывает тысячу гривен. Сашенька, ну, я-то уверена, что ты знаешь тут все правила наизусть. Скажи, пожалуйста, какая у тебя цель? Ты хочешь победить? Прям вот забрать 50 тысяч? Ну, хотелось бы. Не шуток, хватит. Ну, то есть мы идем дальше, даже без уговоров. Да. Ну, тогда поехали. У всех детей в школе учительница спрашивает домашнее задание. А у меня когда будет продолжение «Слуги народа»? Ну, надоедает, понимаете? У всех детей наказание забирают альфон или планшет. А меня заставляют смотреть сказочную Русь. У всех детей... Ой. В конце концов, чтобы папа у меня расписался в дневнике, мне приходится отстоять очередь из фанатов. Пап, вот тут... Ну, я же не заходу. Не только тебе, Шура, понимаете? И Саша выигрывает у нас 5000 гривен. Слушайте, ну, мне кажется, что там у тебя семья прям поднадучилась. Вот прям вот понимает, что писать, что нужно. В чем я знаю Сашу, это выбран образ, что она обижена. Молодец. Все уже проанализировал. Давайте поаплодируем Саше. Она такая молодец, такая смелая. Саша, ну, поехали, наверное, дальше, правильно? Да. Ну, поехали. Пап, вот ты у меня такой хороший, да? Вот ты любишь свою страну, ты любишь свою жену и даже собаку свою любишь. А про дочь в этой песне ни одного слова. Быть дочерью Зеленского страшно. Я боюсь, что в 16 лет у меня сломается голос и станет таким же, как у папы. Браво, Саша, 10 тысяч гривен. Сашенька, скажи мне, пожалуйста, а в каком ты классе учишься? В пятом. В пятом. Ну, мне нравится Саша, который отвечает вот так на вопросы, но потом смешит наших комиков. В пятом классе, скажи, а кем ты мечтаешь стать? Я, я, наверное, хочу стать продюсером. Не знаю. Ага, вот так вот. А ты вообще понимаешь, что такое быть продюсером? Ну, то есть какая-то работа, что нужно делать? И продюсером чего? Кино. Кино. Это очень сложно. Да. Вова, у тебя потрясающий ребенок. Мы продолжаем? Да. Да? Ну, погнали. Недавно решила завести видеоблог. Так его папа ведет. Просто папа сейчас все ведет. Браво, браво, браво! Так я не поняла, у вас в семье... Меня начали оскорблять дети. У вас Вова в семье очень комик? Или Саша? Я не поняла вообще. И сценарий пишет. Молодец! Молодец, Жура! 20 тысяч гривен! Ну что, на канал 50? Пойдем? Да. Да? Ну давай. Папа постоянно на работе. И чтобы провести с ним вечер, я просто включаю один плюс один. И все, папа рядом. Зато хорошо с папой ходить в зоопарк. Пока все посетители сбегаются, чтобы посмотреть на него, я спокойно хожу и кормлю бегемотом. Мне кажется, что мальчики со мной знакомятся ради того, чтобы потом познакомиться с моим папой. А знаете, как хочется от них обычного внимания, чтобы тебя дернули за косичку, толкнули на перемене или в конце концов пнули ногой твой портфель. Я уже думала мамину фамилию взять, но она, как назло, тоже Зеленская. Ребята, у нас абсолютный победитель. Молодец! Ну просто умница! Отличная шутки. Собирай свои пятьдесят тысяч гривен! Из Гулжского. К нам приехал Ленга Ярика. Ой, ты маленький какой. Вот это чувачок, я понимаю. Привет. Привет. Как дела? Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Да ты что? Классный парень. Ты к нам шутить пришел? Да. Молодец. Ты откуда? Из города Волжского. Долго ехал? Да. Сколько? Час. Да это вообще, как ты выдержала? Понять не могу. Нормально. Аня, чем занимаешься? Ну, работаешь где-то или учишься еще? Да. Что? В школе. В школе? В школе уже учили? Так ты уже взрослый парень. По-моему, ты в детском садике, нет? Нет. Он уже в школе. Я в школе. Он школьник уже, понятно. В каком классе? В выпускнике? В одиннадцатом. Одиннадцатом. В одиннадцатом. Это наш пассажир пришел. Как два... Легко. Красавчик. Понятно. А это папа пришел тебя поддерживать? Да. Да? А папа работает где-то или тоже с тобой в школе? Работает. Мне нравится написано в анкете, папа работает на работе и зарабатывает деньги. Ну, все правильно, логично. Это прекрасная профессия. Тебе так повезло. Зря время папа не тратит. Ну что, будешь смешить нас? Да. Деньги нужны? Да. Вот так папа работает, судил не надо. Да. Понятно. Удачи тебе. Ну, поехали. Мой папа часто читает газеты. Поэтому у меня есть мечта увидеть его лицо. Вова. Вова. Ну, Вова. Ну, Вова. Ну, неприлично. Мать, соберись, пожалуйста. Дай хоть... Я просто улыбаюсь мальчику. Мальчик симпатичный. Ярик, ты выиграл тысячу гривен. Я тебя поздравляю. Яречек, ты готов пойти дальше? Да. Ну, поехали тогда. Мой пап... Мой папа часто ходит в бассейн. А в бассейне он ругает и просит ходить в туалет. Давай, давай. А еще у меня есть дедушка и узнает много анекдотов про Сталина. Поэтому папа в детстве его почти не видел. Ярик, ты выиграл пять тысяч гривен. Молодец. Эти аплодисменты тебе. Ярик, по-моему, пять тысяч гривен — это кругленькая сумма. Может, хватит уже? Нет. Почему? Ты на что копишь денежку? На что тебе нужны деньги? Расскажи нам. Купить игрушки. Какую? Молнии Маквина. Молнии Маквина. Ага. Ты не знаешь, Настя. Нет. Это наши мужские дела. Это фильм «Тачки», знаешь? Ага. Извините. Хорошо. Так что, ты продолжаешь идти дальше, да? Да. Поехали. Недавно папа устроил сработку моему дяде. Получается, сейчас папа работает над дядю. Дальше, дальше. Продолжай дальше. Мой папа знает много интересных историй. Поэтому у полицейских в нашем городе нет проблем с раскрытием преступлений. Недавно папа отвел меня на шахматы. Мне кажется, что шахматы — это единственный вид спорта, когда на тебя смотрят люди и говорят, «Эй, дружище, тебе бы спортом заняться». Поэтому, чтобы выделяться из толпы шахматистов, я пью протеин. Папа меня строго воспитывает. Он мне хлеб не разрешает есть. Говорит, «Ярик, оставь это воробьям». Поэтому... А, Яричек, и ты выиграл сейчас 10 тысяч гривен, потому что наши комики рассмеялись на последние секунды. Ярик, 10 тысяч гривен — это очень много. Может, заберешь денежку и все? Хоть покушаешь, хоть хлебушка себе кушаешь. Нет! А папа у тебя любит заниматься спортом, да? Да. И он кушает протеин, и ребенка своего учит такому, да? Мажет. Да. Ага. Здоровая семья. Протеин и хлеб. Яричек, ну что, ты пойдешь дальше, или все-таки заберешь денежку? Пойду дальше. Ну, тогда поехали. Я живу в селе. Прошлый год у нас в Идусе, неурожайную. Поэтому мама летом закручивает только волосы. Нет, извините, шутка была хорошая, и Женя рассмеялся. Ты посмотри на себя, нервная. У тебя уже руки трясутся, да? Нет! 20 тысяч гривен! Ну, шутки же хорошие, что такое? Тебе что там пришили, вместо руки? Что тебе в руку зашили, что она все время дурная? Нет, нет, я все правильно сделала, правда, ребята? Да. Ярик, молодец, 20 тысяч гривен. Ярик, 20 тысяч гривен, это второе место, ты представляешь? То есть, в принципе, это уже очень-очень хорошо. Скажи, может, ты заберешь эти денежки? Нет. То есть, ты хочешь победить в нашем шоу? Да. А если проиграешь? А если ты проиграешь, не будешь плакать? Нет. Точно? Да. Ну, смотри, если ты пойдешь дальше, и ты не рассмешишь этих двух дядь, то ты можешь потерять эти 20 тысяч, которые ты уже имеешь. Можешь посоветоваться с отцом. Может, да, с папой надо посоветоваться. Хочешь выступать или деньги? Выступать. Поехали. А мы в садике с ребятами любим играть в венгребец. Мы дразним уборщицу, а она на нас кричит. Ох, вы свиньи. И кидает нас травкой. Недавно мы были на свадьбе, и папа помогал молодоженам пожечь семейный очаг. Короче, молодожен теперь негде жить. Мы живем экономно. Мои мамы с папой ждут, пока у них выпадут молочные зубы, чтобы подарить их на день рождения дедушке. И у нас есть абсолютный победитель. 50 тысяч гривен. Молодец, Ярик. Иди собирай свои деньги. Расмеши смешного. Сделай, чтобы парень смеялся. Расмеши смешного. И папа в столом валялся. Расмеши смешного. Пусть нам очень колготский. Расмеши смешного. Сделай, чтобы парень смеялся. Расмеши смешного. И папа в столом валялся. Расмеши смешного. Пусть нам очень колготский. Расмеши смешного. Молодец, чтобы парень смеялся. На всю сцену я хочу запросить из города Витебск, Беларусь, Бородавкин Тимофей. Расмеши смешного. Расмешно смешного. Расмешно смешно. Який ти маленький. Глянь, папочка в два рази менше за тебе. Тимофей, скажи, ти пришел сьогодні розсмешити наших комиків, так? Да. Ну и що, ти готовий це зробити? Да. Поехали. Чтобы я быстрее стал взрослым, папа постоянно брал меня с собой в гараж на футбол и в баню. Как вы понимаете, брать везде своего сына – это добрая белорусская традиция. Когда я зверну лету… А-да-да-да-да. Тисяча ривень на рахунку Тима. Я так понимаю, что ты идешь дальше, так? Да Поехали Когда я собираю Олега за день, папа плачет, потому что папа на него собирает несколько месяцев Охранник детского сада не верит в то, что можно спать на кровати, вытянув ноги А вы знаете, что все непослушные дети попадают в сад, а послушные — в срай Сунь шахматиста ходит на горшок буквой «Г» Для похода к стоматологу я мечтал стать космонавтом, а теперь я мечтал вырасти и вырвать зуб стоматологу Мальчик, гуляющий по льду, убедился, что сверху лед ломается гораздо легче, чем снизу Одно мальчику подарили второго парня Юра, Юра, Юра И благодаря Юрчику выиграет 5000 гривен Тима Добрый! Ну что, Тимофей, что мы будем делать с тобой? Ты дальше или ты собираешь деньги? Да! Что, так? Идешь дальше или деньги? Да, я дальше иду Поехали! Когда мальчику подарили второго попуга, он назвал его Писька, потому что попка у него уже была А что, так можно? Я тоже не знала, а можно И можно выиграть с таким жартом 10 тысяч гривен Взагалите Тимочка, скажи, ты идешь дальше? Я дальше иду Точно? Да Поехали Если я сегодня выиграю 50 тысяч гривен, то когда у меня будут дети, одного назову Юра, другого Женя А если проиграю, буду лупить их ремнем каждый день На утренники мальчика в костюме медведя Я просто не хочу раздеваться на детьми И снова благодаря Юрчику Тима выиграет уже 20 тысяч гривен Тима, скажи, ты идешь дальше на 50 тысяч гривен, или собираешь свои 20? Это очень серьезное решение Я дальше иду Ну, я тебе желаю успеху Поехали На утреннике мальчик в костюме медведя так вжился в роль, что сосать лапы его отучили только через два года Мальчик в 30 градусный мороз лизнул трамвай и с зайцем добрался до центра Продуманная бабка печет квадратных колобков Настоящее имя Красной Шапочки Гульнара Абдуил Салиховна Теперь вы понимаете, почему мама ее называла просто Красной Шапочкой Кузнечик! Тима, быстро, Кузнечик! И напоследок песня В траве сидел Кузнечик В траве сидел Кузнечик Представьте себе, представьте себе Зеленский Президент Чемпион Наш чемпион – Тима! 50 000 гривень! Молодець! Шмеши, смеешь, новго! Так, что в оконах смеешься! Шмеши, смеешь, новго! И ведь снова боляешься! Шмеши, смеешь, новго! Некай на мочи колбозы! Шмеши, смеешь, новго! Шартом, агом, анекдотом! Шмеши, смеешь, новго! В Питебской Белоруссии привет! Шмеши, смеешь, новго! И ведь снова боляешься! Шмеши, смеешь, новго! Некай на мочи колбозы! Шмеши, смеешь, новго! Шмеши, смеешь, новго! Мелис, я вас услышал! Про Кузнечика! Все! Пойдем! Шмеши, смеешь, новго! Так, что в оконах смеешься! Вы смеши, смеешь!